Сегодня у Калинковича хурочисты открыли мини-ЦЭЦ на мясцовых видах палева. И она стала третьей в Гомельской области. Тепловой энергией мини-ЦЭЦ сможет сбеспечивать полову райцентра. Кольки каштавау проект и чем он будет выходным для экономики и жахаров города? Ведая Марина Джалая. Мини-ЦЭЦ складается с трех залов. Первым находятся газовые котлы, у другим котлы, которые работают на дрансе. Третья зала – турбины. Тут с допомогой пары выпрацовывается электроэнергия. Чаская идея на забеспечении работы котельной, а остальные отправляются на продаж. Слева от ухода – прационные места операторов. Как контролировать функционирование теплоэлектроцентрали, таких специалистов на смену необходимо всего два. Владимир Буглак операторам працует больше 10 лет. Кажет, что новая автоматизованная система значительно спрашивает работу. Например, любые неосправности об отхилении температурного режима в объектах зоны обслуживания отразу отлюстровываются на мониторах. Многие проблемы выращаются в один клик. Удобно в том плане, что мы можем видеть температуру на улице. У нас есть режимная карта, по которой мы выдаем температуру воды на город. И если вдруг температура не соответствует норме, то мы просто меняем все это в один клик. Мини-ЦЭС сбудовали около 1,5 года. Ее заведение стало махчимым, благодаря реализации программы «Выкористание дровняной биомассы для централизованного теплозабеспечения». На объект потратили свыше 14 миллионов долларов, которые выделил в якости державной пазыки банк реконструкции и развития. Еше больше 2,5 миллиона рублей – сродки областного бюджету. Плануется, что термин окупности проекта складе – 7 годов. Строительство данной мини-ЦЭС давно назревало, так как износ оборудования старой котельной порядка 80%. Поэтому в любом случае нужно было делать либо реконструкцию котельной, либо мы вошли в программу строительства мини-ЦЭС. А зараз себе кошт одной гигакалоры теплоэнергии складе – 112 рублёв. На новой ЦЭЦ Юнбуде Нижей за 80 рублёв. «Данный объект очень актуальный для города. Он позволил закрыть три котельные, которые работали на газу. Это котельная Первомайская-19, Князева-7 и Советская-116. Котельные работали на газу, но на данный момент мы работаем в основном большую часть, как я говорил, на щепе. То есть газовым котлом мы только помогаем добирать необходимые параметры». Заявление новой мини-теплоэлектроцентрали дозволит скратить годовый объём. Выкористание природного газа на 12 млн кубометров. Это около 60% от огольного споживания. Экономия – 3 млн рублёв в год. Это станет махчимым, дякуючий рознице, кошту на природный газ и палевную дранку. Доля выкористания мясцовых видов палевого взросли у двоя – до 70%. «Открыть этого объекта всё-таки сэкономит энергоресурсы. Это практически огромное количество газа. Мы переходим на местные виды топлива. Конечно, для наших жителей это подарок. Подарок я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, лично губернатора, всех руководителей, которые руководили предприятия и организации». У планах до 2020 года реконструировать газовую частку котельни, кабьяна полностью працевала на мясцовых видах палева. Физично застарелые котлы заменять на новые. Необходные сродки так само выделить банк реконструкции и развития. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель» с Калинковичев. Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель»